Китаю вас, шановные пани и пановы. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас здесь такое, как бы, небольшое для города событие, но весьма значимое. Мы открываем выставку «Легенды андеграунда» Константин Костюченко, работа его представлена, и Геннадий Подвойский. Я бы хотел буквально несколько слов сказать, прежде чем мы с собой следующие ораторы. Это люди оставили нам свои мысли, чаяния, и как свет от умершей звезды, до сих пор их свет, их душа с нами, они освещают нам своим творчеством, нашу нынешнюю действительность. И, в общем-то, я надеюсь, что мы и дальше будем делать следующие выставки с «Легендами андеграунда» 2, 3, ну, сколько, как говорится, Бог даст сил. Настолько мы и раскатаем, постараемся познакомить людей с творчеством нашего одесского андеграунда. Теперь я хочу дать слово Маргарите Колобовой, члену Союза журналистов Украины и председателю благотворительного фонда АВЭ. Я хочу только сказать в дополнение, что куратором этой выставки является Маргарита Сюй. Сегодня галерея андеграунда для вас приготовила скромный фуршет, который будет позже. Сегодня вы будете наслаждаться и фильмом, и сегодня будете, конечно, общаться друг с другом. А я передаю слово Маргарите Сюй. Дорогие дамы и господа, здравствуйте. Я рада, что вы пришли сегодня. Я рада, что вы сможете, у вас есть уникальная возможность увидеть работы Константина Костиченко и Геннадия Подвойского. Почему эта возможность уникальна? Потому что здесь собраны работы в основном из частных собраний, за что мы благодарим коллекционеров и галереи за коллаборацию. Помимо всего прочего, я хотела бы поблагодарить за помощь и поддержку Музея современного искусства Одессы и винодельню Бессарабия, извините, пожалуйста, которая выпустила вино с портретом Геши Подвойского. Благодаря Андрею Комиссарову, мы его даже вам покажем. Собственно говоря, сегодня на фуршете мы будем вкушать его и радоваться. Благодаря соблодельцу Андрею Комиссарову, который любезно предоставил нам это вино. Слово для открытия мне хотелось бы передать Сергею Бакуменко. Семёжа, не отвлекайся. Очень приятно, очень приятно стоять здесь с моей подругой, коллегой Маргаритой Сюй, с которой мы лет 10 назад открыли квартирную выставку Кости Костюченко. Маргарита мне напомнила об этом пару недель, и у меня сразу как кинолента пробежала. Костя сидит в своей комнате, такой спокойный, ровный абсолютно, и не знает, кто-то придёт к нему на выставку или нет. Но так как Костя жил в самом центре Одессы, я ему так и сказал, Костя, даже если ты сделал выставку ночью, сейчас обязательно кто-то зайдёт. И у него были замечательные художники, Костя, если ты помнишь, Дима Орешников, Зоя Сокола, зашли в своей компанию, Лариса Звездочётова. Просто люди, какие-то рокеры, какие-то бомжи, ну то есть просто одесситы, люди, ценители искусств. И Костя говорит, да, Серёжа, не ожидал такого бомонда. Значит, три ночи было, и бомжей мы уже выгоняли, потому что уже, то есть даже закончился алкоголь, а всё равно была атмосфера настоящей выставки. Это была прижизненная Костина выставка. Хэппи-нинг настоящий. Да, ну то есть мы окунулись просто. А я не могу сказать, что Костя почувствовал именно быть таким творцом, востребованным. Он не почувствовал этого. Но он колоссальный человек был. Я встретился с ним в 93-м году на телевидении, Арман Сити, такое телевидение. Это же 92-й, по-моему. И Костя делал такую программу, программу. Он делал, слушайте, ну какие-то ему, его друзья, питерские концептуалисты, навязали эту программу. Он не хотел. На одесском телевидении, глупо, мы получали копейки. Но делали телевидение такое. Сейчас мы, знаете, почему не смотрим телевидение? Это же уже не телевидение. Понимаете? А тогда мы могли удивлять. Молодые такие делают передачи. Я делал программу Калипсо. Я забыл. Забыл, какую же он передачу делал. Ты, наверное, вспомнишь. По-моему, ты с ним же ее делала, эту передачу. Как же она называлась? Фабрика снов. Как? Фабрика снов. Фабрика снов. Я встретился, я еще был школьником, я вышел со школы, девяносто первый год. И Андрюша Казанжи, наш общий друг, привел, говорит, а где туснуть, как бы, где туснуть, ну, школьнику после школы, после девятнадцатого класса? Конечно, у Гены под войском. Он тебе и чай, все. И он дал мне кисть в руку и говорит, Сергей, вот, холст, пиши, мы познакомились. Я написал какое-то яблоко, какой-то глаз, ну, авангард, знаете, вот. А он говорит, это круто, это классно, приходи, завтра еще порисуем. Я прихожу, а на следующий день моя работа записана, уже Генчика работает. Я говорю, как это? Для меня, для мальчика, еще слезы не заплакал. А он говорит, а искусство, оно быстротечно, Сергей. А ну раз, и все. И перезаглот. Выхватил момент. И этого достаточно. Это два очень классных, крутых мастера. Они уже покинули нас. Но я сегодня говорил вот в интервью, что они смотрят на нас и молятся за нас, чтобы мы повторили, не повторили их пути, ошибки, все. Мы просто живые люди, чтобы мы жили. И сегодня я благодарю тебя, благодарю всех, кто это сделал, выставку. Я сам с удовольствием посмотрю работ, которых я не видел. Они из частной коллекции. Это очень круто. Но мы потеряли этих людей. Это правда. Мы потеряли очень классных, достойных, хороших, милых, классных людей. Намного круче, чем сегодня дутых, много дутых художников, которые за огромное бомбло продаются. Это были не такие люди. Но они были искренни. И сегодня они опять открывают свои двери души, чтобы мы могли взглянуть. Ребята, давайте поаплодируем этим людям, которые... Они настоящие. Мне хотелось бы добавить, что Виктор Солочук написал замечательный текст. Текст состоит из живых, настоящих цитат Гости и Геши. И представлены в виде диалога. Таким образом, Геша с Костей общаются с нами. А помимо всего прочего, Костя любил мысли на каждый день писать на маленьких стихерах. Мы отсканировали его записи. И каждый из вас может взять какую-нибудь мысль на каждый день от Константина Костяченко. И в завершение мне хотелось бы представить. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию премьеру фильма Юлии Жарковой, который называется «Ко» о Косте Костяченко. И премьеру тизера фильма Алисы Павловской «Родное пепелище», посвященный Геше Павловскому. Приятного просмотра!